16 марта состоится референдум жителей Крыма, которые выразили желание вступить в состав России на правах субъекта Российской Федерации. По всей стране в связи с этим проходят митинги, где россияне поддерживают решение крымчан. На таком митинге в городе Видное побывала наша съемочная группа. От Ленинского района и до Крыма более тысячи километров, но люди искренне переживают за судьбу крымчан. И это они выразили, придя в пятницу на митинг. Мы их не бросим. Мы показываем, что как раз когда выступали, они всегда говорили, ну вот вы поддержите нас. Но мы как можем поддержать? Мы не можем прийти туда с оружием или с чем-то еще. Мы можем поддержать именно на митингах, показать, что мы едины. В период, когда крымчане особо нуждаются в человеческой поддержке, по всей России проходят митинги в защиту русскоязычного населения Крыма, которая вышла с инициативой провести референдум. Жители Ленинского района тоже не остались в стороне и вышли на площадь у кинотеатра «Искра», чтобы выразить свое мнение по поводу этих страшных событий, происходящих сейчас на Украине. Русскоязычное население, которое действительно хочет высказать свою позицию, какова судьба этого региона может быть дальнейшая. И однозначно мы поддерживаем сегодня позицию президента Российской Федерации, позицию губернатора Московской области, которые однозначно высказались, что Россия не останется в стороне в отношении братского народа, который проживает сегодня в Крыму. Этот митинг был организован по инициативе неравнодушных людей, проживающих на территории Ленинского района. Здесь собрались представители различных партийных организаций, общественных движений и местные жители. Все они выступают за присоединение Крыма к России. Из меньшинства складывается большинство. И чем больше нас будет во всей России, тем больше шансов в том, что Крым присоединят наконец к России. Крым принадлежит России, там много наших граждан живет, которых нужно поддержать, поэтому мы здесь. Уже завтра, в воскресенье, пройдет голосование, на котором решится судьба полуострова. Крымчанам предстоит сделать свой выбор, хотят ли они остаться частью Украины или войти в состав России. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.